Всем привет, с вами Эдуард. Сейчас мы поговорим о велосипедных фонарях. В руках у меня модель от компании 3B. Комплект называется BLS76. В комплектации, разумеется, идет передний фонарь, задний фонарь, ну и крепление для них. Несомненным плюсом сразу хочу отметить, эти фонари идут на батарейках и батарейки уже идут в комплекте. Передний фонарь выполнен из пластика. Само крепление идет из резинового ремешка. Фонарь, разумеется, светодиодный, количество светодиодов одна штука. Производитель светодиодов компания Philips. К плюсам я бы отнес то, что он водонепроницаемый. Внутренняя часть прорезинена, вместе с тыком идет резиновая прокладка. И когда вы будете ездить в дождь, в снег, фонарь без проблем переживет это время и прослужит вам долго. У фонаря два режима работы. Это постоянный свет и режим мерцания. Время работы при постоянном свете это 70 часов, в режиме мерцания 220 часов. Режим яркости фонаря производитель указал в люксах, это 525 люкс. Если переводить эти параметры в люмины, это примерно где-то в районе 80 люминов. Сразу хочу отметить, данный комплект фонарей относится к бюджетной линейке. И свет здесь такой посредственный. Я бы посоветовал их использовать в качестве габаритных огней. Да, сам фонарь без проблем освещает дорогу, но свет достаточно тусклый. Если вы ездите в темное время суток, куда-то выезжаете в лесопарковую зону, где нет освещения, этого фонаря вам будет мало. Крепится фонарь стандартно на руль, у него резиновый ремешок. Несомненным плюсом данного фонаря будет то, что его можно установить и на детские, и на взрослые велосипеды. Абсолютно любого размера, диаметра руля. Перейдем к заднему фонарю. Задний фонарь у нас также светодиодный. У него имеется три больших светодиода и два режима работы. Как вы догадались, это режим мерцания и постоянный свет. Вообще, сколько по времени он будет работать при постоянном свете? Это 120 часов, при режиме мерцания это 240 часов. В комплектации имеется крепление, с помощью которого задний фонарь устанавливается на подседельный штырь. В комплекте имеются резиночки для того, чтобы само крепление не болталось в процессе эксплуатации. У заднего фонаря сзади идет клипса, с помощью которого этот фонарь можно закрепить на рюкзак, на велосумку, которая устанавливается на багажник. Разумеется, чтобы вас было видно в темное время суток. Фонарь также является влагозащищенным, что позволит вам ездить в дождь без проблем. Яркость заднего фонаря, как заявляет производитель, составляет 5,5 люкс. Да, и хочу отметить, комплект фонарей является бюджетным решением и подходит для большинства начинающих велосипедистов. Цель этого комплекта обозначить вас в темное время суток при дополнительном освещении. Если у вас стоит задача ездить через лесопарковую зону, где вообще нет освещения, где особенно вы будете передвигаться на дорогах общего пользования, также где нет фонарей, лучше рассмотрите более продвинутый, более яркий комплект фонарей. Сама компания 3B является голландским брендом. Большинство продукции у них производится в Тайване, либо в Китае. У них большой ассортимент, большая линейка, так что вы сможете подобрать под свой вкус и задачи, которые у вас стоят при подборе велоаксессуаров. Это был обзор на комплект фонарей от компании 3B. Модель, повторюсь, называется BLS76. Если вы хотите более подробно ознакомиться с этим комплектом фонарей, приходите в любой из наших магазинов велострана, где вы всегда получите качественную, грамотную консультацию от наших специалистов. Субтитры сделал DimaTorzok